Привет, ребята, я Миша Кшиштовский с канала Кшиштовского на ютубе. У меня там ролики про кинчик и вот я в гостях у ребят. Любимый фильм на первую букву имени. Меня зовут Миша и первая буква М. Пусть будет фильм Мама с Дженнифер Лоуренс. Ужасное кино, мне не понравилось максимально. Я сначала думал, что это классный триллер, а потом оказалось, что это притча про Иисуса и про Господа Бога и про создание вселенной. Я такой, о нет, мозг отключается, не могу смотреть. И потерял сюжет. Они запрягались замечательно. Я думал, триллер, кто-то приходит в дом, что-то там творится с головой, люди меняются, какие-то еще, какая-то шушера вваливается в дом. А потом оказывается, что притча. Блин, отстой. Был фильм недавно на Нетфликсе от Каффмана с Джесси Племансом и актрисой, которую я забыл, как зовут. И там та же самая фигня. Ты думаешь, о, интересный триллер. Там чувак из Гарри Поттера. И происходит какая-то шиза. Они едут домой, знакомятся с родителями. Происходит какая-то триллерная фигня. А потом выясняется, что это авторский поток сознания. И это невозможно смотреть. Хороший фильм в нелюбимом жанре. Мой нелюбимый жанр это киномюзиклы. Такие живые. И я бы не сказал, что у меня есть любимый фильм, наверное, в этом жанре. Но я точно знаю, что открывающая сцена в фильме с Хью Джекманом, который называется «Величайший шоумен», потрясающая, восхитительная. Он начинает петь, он медленно так начинается. Потом это такая прям взрыв эмоций. Красиво. Музыка, танцы. Хью Джекман там блестает. Это про цирк. Люди летают, там слоны, еще что-то происходит. Замечательные песни, замечательная музыка. А потом выясняется, что они поют про каждую хрень, которую они делают. Это невозможно смотреть, потому что они могут сказать это в одном предложении. А это одно предложение превращается в длинную песню на пять минут. Невозможно смотреть, но красиво. Первая сцена потрясающая. Фильм с любимым актером. Что за вопросы с любимым актером? Разве можно выделить любимого актера? Актера? Ну, наверное, можно. Один из любимых актеров. С одним из любимых актеров. А с кем я готов смотреть вообще любое кино, даже если параша? Лео Ди Каприо можно. Но я, на самом деле, я люблю фильмы с Лео Ди Каприо, потому что Лео Ди Каприо Сергей Брунов озвучивает. А мне всегда интересно послушать, как человек работает на дубляже. Он для меня в первую очередь актер дубляжа. Человек из «Большой разницы», по-моему, на Первом канале. И потом он уже стал вот этой вот большой звездой. теле- и киноэкранов. Давайте так, вы перечислите пару-тройку больших классных актеров, и я вспомню, я отскочу от вас. Брэд Питт, Том Хэнкс, Харди, Готт. Ого... У меня память выка... А, да. А, маковой, да, этот, как его? Сплит отвратительная параша от Шьямалана. Ужасная фигня. Потому что фильм заявляет такой, в этом фильме. У главного героя размножение личностей, и в нем живут 200 миллиардов разных личностей. В фильме только три или там четыре. И потом оказывается, что он может бегать по стенам. Что происходит вообще в этой картине? Почему он... Что за трэш? Там есть твист, где выясняется, что личность, которая заняла его голову, прикидывается другой личностью. И это каким-то образом твист. И думаешь, да насрать же. Так наплевать, это же шизофазия какая-то полная. И потом у Шьямалана выходит фильм «Время». И это та еще за лупой, конечно. Ужасно. У Шьямалана... Я вообще, у Шьямалана готов что угодно смотреть, потому что это гарантированно шлак. Это всегда смешно. Ты думаешь, классная идея, а потом параша выясняется. Очень смешная. Обожаю. Фильм, который со временем разлюбил. Блин, наверняка какая-нибудь трэшанина должна быть. Наверняка какие-нибудь боевики. А, нет. Это, помню, был какой-то советский фильм, который в детстве смотришь, но есть вот это вот какое-то ностальгическое воспоминание о советском фильме, а потом пересматриваешь его вот уже в зрелом возрасте и понимаешь, что это просто какая-то, ну, типа рассказ, который ничем не заканчивается. Что это за фильм был? Черт возьми, нет. Иногда интересно пересматривать советское кино, потому что есть вот эти вот ностальгические какие-то воспоминания, а потом смотришь уже, ну, насмотренный, с опытом и вообще не клеится. Я помню, был фильм со Шварценеггером, где он беремен, из Дэнни Дэвита. Он не беременен, нет, Дэнни Дэвита. Это два разных персонажа. Шварценеггер не рождает Дэнни Дэвита, если что. И я не пересматривал фильм, но у меня в голове была какая-то воспоминания, что это какая-то комедия, где Шварценеггер беременна. И потом я посмотрел обзор «Ностальжи Критика», и где он по полкам раскладывает этот фильм, и я смотрю и думаю, да, это же шлак какой-то явно. То есть это, он не смешной, он не особо интересный, и там Шварценеггер делает, чтобы выдавить ребенка из себя. Любимая адаптация. Неплохая, неплохая игровая адаптация была «Принц Персий», потому что, во-первых, начнем с того, Джейк Джилленхолл идеально выглядит вот как «Принц Персий», он, конечно же, не перс. То есть сейчас бы этот фильм, скорее всего, был бы невозможен, потому что должен был быть, должен играть какого-нибудь Перс, должен быть Перса. По-моему, замечательная была адаптация. Ну, не замечательная, а хорошая. Хорошая была адаптация, близкая к оригиналу. Я бы хотел посмотреть на адаптацию Алана Уэйка с Джейком Джилленхоллом, потому что вот уж кто один в один похож как на Алана Уэйка, так это Джейк Джилленхолл. Жду. Сэм Лейк, он, естественно, посмотрит этот ролик и примет его внимание, ведь он-то не догадался Алана Уэйка скостить. Фильм, который заставил глубоко задуматься. Меня всегда трогают фильмы про потерянное время, когда главный герой подходит к такому какому-то старческому возрасту, оглядывается назад и понимает, что какое-то время утеряно. То есть это Винтерстеллар концовка была, потрясающая, где я сидел в зале и почти плакал. Но я не плакал, я мужик, мужики не плачут. И был фильм с Джаредом Лето «Господин никто», который тоже была такая, типа, абстракция, типа, визионерская такая вот, какая-то полуэкспериментаторская штука, про то, как Джаред Лето последний человек, который не бессмертен. Все на земле остались, получили вот эту вот возможность оставаться бессмертными. Наука. И это вот какая-то вот такая. Авторская штуковина про потерянное время, наверное. Всегда заставляет как-то сопереживать. Дергает мои какие-то ниточки грустные. Сильм, который делает счастливым. Все время есть момент, где я пытаюсь вспомнить фильм. Не получается с кондачка придумать. Не знаю, бриллиантовая рука. Почему нет? Каждый раз, когда я вижу, как Никулин получает огромным железным краном по балде, и это просто так вышло нечаянно, так не заскриптовано, это не по сценарию, так вышло, что он получил краном по балде, я всегда от этого факта, что я знаю это, и вижу, как Никулин получает... Я люблю Никулина, просто это смешно, когда он получает по балде огромной железкой, и я такой, эээ, я знаю, это не по сценарию. Не остановлюсь счастливым в этот момент. И то, что Нона Мордюкова говорит, не удивлюсь, если ваш муж тайно посещает любовницу, если присмотреться к губам, можно услышать, ну не услышать, а понять, а услышать в анкатах бриллиантовой руки, что она говорит, не удивлюсь, что ваш муж тайно посещает синагогу, и потом это переразвучили, потому что это буш какой-то. Любимый фильм про другую эпоху? «Последний самурай» с Томом Крузом. Обожаю самурайскую стилистику, самурайскую эпоху. Том Круз там ничего. Когда он там начинает получать по балде деревянными мечами, чтобы потом стать последним самураем, ну не он последний самурай, «Последний самурай» — это Ватанабе, да? Вот, он там последний самурай. Просто эстетически приятная, сумурайская, ниндзюшная студенция. Люблю. Фильм норм. Эстетика. Гайф. Фильм, который окунул в депрессию? Серьезно? Вы этот вопрос решили мне подсунуть? Ну, во-первых, вот я уже сказал про «Интерстеллар» господин Никто. Естественно, мне когда-то полгода назад посоветовали Евангелион, и я потом ходил такой... Отстой какой... Да не помню я. И не хочу вспоминать. Зачем мне вспоминать о том, как я был в депрессии от фильма? Вы что, дурачки, что ли? Что за вопрос? фильм который мечтал бы посмотреть в кино но в кино нужно конечно смотреть чем-то красивое такое как будто бы потому что во в гике я как будто бы уже посмотрел все что надо было из классики на большом экране так что вот прям я сидел в самолете смотрел на маленький экранчик и думал бы увидеть это в кино не знаю может быть фильм 7 потому что я хочу на аймаксе увидеть брэда питта который просто чтобы вот это вот лицо увидеть огромное личный фильм сколько уже людей ответили зеленый слоник за все ваши выпуски на этот фильм нет странно не знаю железный человек первый почему нет роберт дауни младший возвращает себе карьеру в руки этот как его джефф бриджес у лысый в кои-то веке с братой становление вселенной почему нет многие хусят второго железного человека мне нравится любимый фильм с числом в названии счастливое число с левина хороший фильма но его помни гай ричи снимал кто-то другой кто-то кто хотел быть похож на гая ричи и в принципе было похоже мне понравилось а на этом все дорогие друзья ответил на все вопросы которые здесь были как мог через неделю со мной выходит на этом канале кинобитва я мишек шиштовский подписывайтесь на этот канал подписывайтесь на мой канал пока